Всем здравствуйте! Это новости Турции. Если вы открыли подобное видео впервые, я хочу сообщить о том, что я снимаю видео, живу в Турции, перевожу на русский язык все новости, которые у нас здесь происходят в стране. Если вы хотите знать, что на самом деле здесь происходит, что на самом деле думают простые люди-турки, то вам на этот канал. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. А мы приступаем. Сошел оползень на золотодобывающем руднике. 9 работников золотого рудника остались под завалами и до сих пор идут поисковые работы. И в этом заняты около 800 человек. Это также сотрудники МЧС, турецкий АФАТ. Пока что их не удалось, людей этих достать, найти, спасти, обнаружить. Вот на данный момент, пока ведется сейчас у нас с вами запись этого выпуска. Собственно, скандал заключается, когда прошло несколько часов и начали поднимать информацию. Во-первых, оползень сошел по нарушениям трудовой безопасности из-за грабительского неправильного обхождения с горными породами, с нагрузками на это предприятие. То есть копали гораздо больше неправильно, и поэтому повреждены были горные породы, и сошел этот оползень. То есть это не природное явление, а вследствие деятельности этого рудника. Когда начали поднимать документы, вообще узнали, что когда-то ранее рудник не соответствовал технике безопасности. Там были нарушения. Он закрывался на три месяца до устранения этих неполадок. Хочу, кстати, отметить, что задержали уже семь человек, в том числе руководство этого рудника. Они под арестом находятся до выяснения этих обстоятельств и так далее. Но первая претензия от людей выяснилась, что владельцы этого рудника канадская компания, то есть иностранцы. И этой золотодобычей занимаются, в общем, территории Турции и иностранцы. Это очень сейчас резко. Естественно, оппозиция на это давит, потому что это сотрудничество с, скажем так, недружественными странами, с кем мы, по сути, политика президента идет в оппозицию, против. При этом позволяет своей территорией заниматься еще природными ископаемыми, то есть, в принципе, недрами страны. Начались вопросы. Простите, почему эта компания таким образом, скажем так, хищно работает с нашими горными породами, привело к жертвам, возможно. То есть этих девять человек до сих пор еще не нашли. Это жители Турции, граждане страны, кто работал на этом руднике. И выяснилось, что кандидат, отправящий партия на пост мэра Стамбула, лицензию канадцам на разработку этого золотого рудника выдал когда-то Мурат Курум. Сейчас он кандидат. Этот факт вызвал огромную массу возмущений у людей. В свою очередь, обвиняемый, если так можно выразиться, бывший министр и сейчас претендент на пост мэра Стамбула, он дал объяснение, я хочу зачитать его цитату, возглавляемое им Министерство окружающей среды ранее. Оно может контролировать воздействие предприятия на окружающую среду, но неуполномочено принимать решение об увеличении производственных мощностей предприятий, которые, в свою очередь, были нарушены этим предприятием. Также он сказал о том, что деятельность компании, которая идет сейчас на руднике, проверялась всегда, и конкретно она, эта компания, от него получила 135 проверок, в ходе которых на три месяца где-то закрывали, потом возобновляла эту компанию, работу, типа подняла свои нормы, соответствовала рамкам законодательства. И он очень огорчился, это его личная, да, такая фраза была, что на меня клевещет, я здесь ни при чем, и вообще, типа, это не в моей компетенции было за этим следить. Так себе то, вот, людей это не успокоило, сразу скажу. Эти суды, это на самом деле в Твиттере, в социальных сетях очень много перепостов было. Естественно, понятно, потому что у людей есть эмоции, предвыборная эта гонка, сейчас попозже расскажу, что в ней происходит, это вообще очень, она ожесточенная, напряженная. И, естественно, людям надо куда-то выплескивать эти эмоции, на что-то их переводить, и если они видят какую-то несправедливость или, там, обман, они, конечно же, на это быстро очень реагируют. В Анталии произошло бедствие, произошло наводнение. В силу того, что были очень обильные осадки, затопила центральная улица города, не весь город, естественно, но многие-многие улочки, которые находятся в низине, ну, последствия просто огромные. Больше трех тысяч помещений, домов, строений в Анталии подверглись затоплению либо подвалы, либо первые этажи. К сожалению, есть один пострадавший. Когда вода начала уходить спустя несколько часов, то нашли в, как сказать, в низине, под автомостом, машину, в которой было обнаружено тело мужчины, который не успел уехать и решил переждать, видимо, там это наводнение, дождь, но его затопило. Этот подземный переход, подземная для машины, это все было затоплено, к сожалению. Также появляются видео, как люди спасают в подвалах своих домов уличных котов, животных, собак, которые вынуждены были скрываться от воды поднимающейся, либо жили в подвале, или туда убежали, когда прятались от дождя. Имуществу нанесен большой ущерб, буквально в прямом смысле. На многих таких низменных, низинистых улицах затапливало машину вплоть до крыши абсолютно. Из геополитики вчера президент Эрдоган со своей супругой прибыл в Египет, в столицу. У него были переговоры с президентом Египта. Официально заявлено, что Турция и Египет возобновляют отношения. В первую очередь, конечно же, торговые отношения. Будет возобновлено сотрудничество. И прям такая фраза была, что это новый виток наших взаимоотношений, наших государств. Начнем с чистого листа и продолжим то, что было. Напомню о том, что около 12 лет назад, когда произошла революция в Египте, с тех пор отношения очень охладели, просто стали нулевыми и практически некакими. Но способствовал этому сближению, конечно же, сейчас конфликт, который в Газе происходит. И в этот же день полторы тонны гуманитарного груза самолетом было отправлено из Турции в Египет для границы, там где с Газой граница, Рафат вроде бы, да, называется, для помощи, гуманитарная помощь для жителей Газа. И теперь переходим к самому горячему, к внутренней политике. То, что здесь у нас предвыборная гонка, конечно, у нас сильнее всего развивается это в крупных городах, это видно Стамбулу, это противостояние Адана, Измир, Анкара. Не очень часто попадают новостные сводки, но это прям самые горячие точки у нас здесь на данный момент. Здесь тоже у нас идет борьба, встречаются в Стамбуле, вижу, по крайней мере, агитки, которые листовки или рекламу, на которые натыкаются, очень много женщин выдвигается, таких демократических взглядов, немало такого среднего возраста, то есть молодые демократические взгляды, еще и женщины, что очень много меня как женщин, мы зовем, так радуют это, да. Но в Зайтинбурну произошло нападение на кандидата в предвыборной гонке. Неизвестно, не был пойман нападавший, просто два парня подъехали из машины, расстреляли людей посреди белого дня выходной, то есть там, где много людей на улице, это было в субботу, один человек был ранен, и, к сожалению, один человек погиб. Падение было на Азиза Ееньяя, который выпирался в Зайтинбург. Большой начальник и депутат ДжГП, бывший, подал в отставку с очень громкой фразой, которая имеет место быть. Хочу зачитать его цитату. «ДжГП превратилась в структуру, в которой должности и посты распределяются за счет отношений, земелячеств, группировок и команд внутри партии. Партия демократическая отошла от своей идентификации как кемалистской социал-демократической партии, которая стремится к современной цивилизации, находится власти в Турции и служит своему народу». Очень активно обсуждалась, конечно же, эта новость, его именно эти цитаты, потому что здесь есть доля правды. Естественно, очень многих людей такие размышления, очень много людей, которые разочаруются в оппозиции и в внутренней борьбе, которая политическая в этой партии происходит. Но через несколько дней, когда произошел сход на руднике золотодобывающем, политическое здесь у нас нотка идет, прессинг на конкурента, скажем так, Экрема Имамула, ДжХП, кандидата на пост мэра Стамбула, про то, что он выдавал эти лицензии, про коррупцию и все прочее. То есть, видите, любая, вообще любая социальная повестка, она здесь используется для этой выгоды, если так можно выразить. Альпер Гезерабджи вернулся на планету Земля и на себе, на родину, в Турцию. Это наш первый космонавт, который слетал в космос. Он вернулся домой, он вернулся на Землю и на следующий день уже прилетел в Турцию. Его сразу же принял президент, ему дали очень хороший новый пост. Руководствовать он будет в космической какой-то структуре турецкой. В общем, это герой, это прям новостная повестка выходного дня, которая была недавно. Все, конечно же, активно постили эти фотографии. Ну, кстати, про достижения в спорте, в чемпионате Европы. Турки занимают тоже первые места, занимают лидирующие позиции, что очень приятно. Например, чемпионом стал весе до 70 килограмм спортсмен из Турции. Он занял позицию в греко-рибской борьбе, он выиграл. На 7 лет посадили арендодателя. Хочу рассказать о старом конфликте. Он прошел полтора года назад был, но сейчас закончилось это судебное разбирательство, вынесли приговор. Мужчину посадили на 7 лет и двух его друзей. Там еще им тоже дали сроки по 2 года. Это было в Стамбуле. В общем, мужчина поднял стоимость в 2 раза своей аренды жилья для своего квартиранта. У них жила пара семейная. Одна, кстати, женщина вроде бы из страны СНГ и турок с ней жил. Этот мужчина поднял арендодатель оплату за квартиру в 2 раза, хотя по закону до июля еще 24 года. Есть закон, что можно поднять лишь на 25%. В свою очередь, жильцы отказались съезжать, освобождать квартиру и платить новую сумму. Они были согласны на сумму плюс 25%, что что есть по закону. В свою очередь, этот мужчина, владелец квартиры, он жил неподалеку, взял своих двух друзей для оказания давления, пришел в квартиру к квартирантам. Произошла ссора, скандал. Эти мужчины, в общем, угрожали, оказывали давление, ругались. Произошла потасовка. В ходе этой потасовки, как я поняла, сожители этой девушки ударили. Этот владелец квартиры вилкой ранил эту девушку, уколол ее в тело, куда-то там было, условно, следы крови были. И, в общем, в итоге соседи в ходе этого скандала вызвали полицию, были зафиксированы это нападение, синяки, вот это ранение вилкой. Это разбирательство шло полтора года. И вот его приговорили к семи годам и одному месяцу тюремного заключения. В общем, такое. Это, конечно же, показательное дело. Знаете, больше всего интересно, как вы думаете, напишите в комментариях ваши мысли на эту тему. А что будет, когда в июле закончить свою действию закон о том, что 25% оплаты можно лишь поднимать? Вот это ограничение. Как вы думаете, продлят ли этот закон? Потому что тема очень острая. И если нет, то что же тогда у нас начнется? Мне кажется, так как большой отток иностранцев идет по аренде, аренда немножко должна все-таки просесть. Это уже сейчас, кстати, в последнее время начало замечаться чуть-чуть. Ну, как минимум, рост арендной платы остановился точно. Где-то есть какие-то, я вижу, объявления, которые чуть-чуть поменьше стали стоить, нежели раньше цена немножко падает. Возможно, острого такого момента критического и не будет для продления этого закона. Возможно, все как-то само собой нормализуется, как вы думаете, трясется ли это. С 8 февраля начались прямые полеты Екатеринбург-Стамбул. Там полеты в течение вроде бы три раза в неделю. Авиакомпания Уралэйр будет выполнять эти полеты. Кстати, там стоимость билета от 15 тысяч рублей без багажа, с багажом другие немножко тарифы. В общем, новое направление для тех, кто заинтересован был. Может, кому-то пригодится эта информация. И немножко откатимся назад. Недельной давности история о полторы недели. Но не могу обойти внимание. У меня об этом был комментарий. На момент, когда выходило предыдущее видео, записи этой информации еще не было. Но я хочу ее обновить. А вот в Кахраман-Мараши в честь годовщины землетрясения и памяти жертв пострадавшим при землетрясении была ночь молчания памяти. То есть люди шли по улицам, которые были разрушены в землетрясении, несли свечки, читали молитвы, собирались родственники погибших. Они не спали всю ночь до утра, до того времени, когда произошло землетрясение. Были протесты, но в официальных СМИ это вообще никак не отражалось. Эту информацию можно было найти в социальных сетях, в Твиттере и в Инстаграме. Более-менее такие лояльные какие-то оппозиционные либо нейтральные блоги или какие-то, ну я даже не назову это газетами, какие-то, в общем, сообщества, группы, которые могли себе позволить такой риск об этом заявить. Да, были видео о том, что были протесты, столкновения были даже с полицией. Вообще претензия к мэру того региона, к политикам правящей партии. Первое, что вообще строили тогда, тогда мае, все это произошло после интересения многих разрушений, то есть их жертв, людей можно было избежать. Вторая претензия о том, что недостаточно было сил МЧС, прилетали иностранцы помогать, да, с других государств, люди на три дня, не хватало первые три дня важные, люди просто замерзали под завалами домов, потому что не хватало техники и сил для того, чтобы разгребать эти завалы. Очень верюсилось видео знаменитого в прошлом футболиста, Георг Хана Зана, и у него была цитата, «Мы оставили, вы оставили нас умирать на три дня, мы вас не хотим тут видеть», ну, условно, это протест против мэра и правящей партии, кто в власти сейчас, недоверие власти. Будет очень интересно обратить внимание, как пройдут выборы именно муниципальные на этой территории, останется ли правящая партия в власти, или будет шанс у демократов, но вполне возможно, скорее всего, мое личное ощущение, что останется представитель от АК партии, скорее всего, потому что это округ такой консервативный, религиозный, и, несмотря на возмущение, очень много людей, которые все еще в подвешенном состоянии из-за неопределенности со своим местом жительством и будущим, может быть, они побоятся что-либо менять, другим каким-то образом голосовать на выборах. Ну, посмотрим, какие будут своды, будущее нам это покажет. Вот такие новости Турции на данный момент. Спасибо за ваше внимание. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки под этим видео. Напоминаю, что в инфобоксе есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.